Послание Иакова. Глава первая. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, радоваться. Всякий раз, когда впадете в различные искушения, сочтите это для себя великой радостью, братья мои, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Но терпение пусть имеет совершенное действие, чтобы были вы совершенны и не повреждены без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем, просто и не укоряя, и будет дано ему. Но допросит в вере, немало не сомневаясь, ибо сомневающийся подобен волне морской, поднимаемой ветром и колеблю моей. Пусть не думает такой человек, что он получит что-либо от Господа. Муж с раздвоенной душой не тверд во всех путях своих. Брат униженный дохвалится высотою своей, а богатый унижением своим, потому что как цвет на траве пройдет он. Ибо восходит солнце со зноем и иссушает траву, и цвет ее опадает, и красота вида ее погибает. Так увянет и богатый в путях своих. Блажен муж, который переносит искушение, потому что, став испытанным, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит «меня искушает Бог», ибо Бог недоступен искушению злом, и сам не искушает никого. Но каждый подвергается искушению, увлекаемой и обольщаемой собственной похотью. Затем похоть зачав, рождает грех, а грех, будучи совершен, порождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Он, восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий. «Знаете, братья мои возлюбленные, да будет всякий человек скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насажденное в вас слово, могущее спасти души ваши. Будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя. Потому что, если кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Посмотрел он на себя и ушел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, тот блажен будет в выполнении дела. Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обманывает сердце свое, благочестие того бесполезно. Благочестие, чистое и непорочное пред Богом и Отцом, есть то, чтобы посещать сирот и вдов в скорби их, хранить себя неоскверненными от мира. Глава 2. Глава 2. Глава 3. 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 Исаака, сына своего, на жертвенник. Ты видишь, что вера действовала вместе с делами его, и делами вера доведена была до совершенства, и исполнилось Писание, говорящие, поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность, и он был назван другом Божиим. Видите, что делами оправдывается человек, а не вера и только. Подобным же образом и Раав блудница, не делами ли была оправдана, приняв вестников и отправив их иным путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Глава 3. Глава 4. Глава 4. Глава 4. Глава 5. Глава 4. Глава 5. Глава 5. Глава 5. Глава 5. Глава 5. Дух, которого Бог поселил в нас, но Он дает большую благодать. Поэтому оно говорит, Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Итак, подчинитесь Богу, противостаньте же дьяволу, и убежит он от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки грешники и омойте сердца, люди с раздвоенной душой. Восскорбите и восплачьте и возрыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Злословящий брата или судящий брата своего злословит закон. Если же ты судишь закон, ты не исполнитель закона, но судья. Один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Ты же кто? Судящий ближнего. Но вот теперь вы, которые говорите сегодня или завтра, мы отправимся в такой-то город и проведем там год, и будем торговать, и получим прибыль. Вы, которые не знаете, что будет завтра, что такое жизнь ваша. Ибо вы пар, который ненадолго является, а затем исчезает. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, мы и живы будем, и сделаем то или другое. Но теперь вы хвалитесь в своем самомнении. Всякая такая похвальба – зло. Итак, кто умеет делать добро и не делает, тому грех. Глава пятая. Ну вот теперь вы, богатые, плачьте и рыдайте о надвигающихся на вас бедствиях. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро проржавели, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали сокровища в последние дни. Вот задержанная вами плата работников, собравших хлеб с полей ваших вопиет. И крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы предавались роскоши на земле и жили в наслаждениях. Вы упитали сердца ваши на день заклания. Вы осудили, убили праведного. Он не противится вам. Итак, будьте долготерпеливы, братья, до пришествия Господа. Вот земледелец выжидает с долготерпением драгоценного плода земли, доколе он не получит дождь ранний и дождь поздний. Будьте долготерпеливы и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа близко. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не быть вам осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример страдания и долготерпения, братья, возьмите пророков, которые говорили во имя Господня. Вот мы называем блаженными тех, которые терпели. О терпении Иова вы слышали и намерение Господа увидели, потому что многомилость в Господь и милосерд. Но прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой. Да будет же у вас да-да и нет-нет, чтобы вам не подпасть под осуждение. Страдает ли кто между вами, пусть молится. Бодр ли кто духом, пусть поет. Болен ли кто между вами, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господа. И молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь. И если он соделал грехи, будет отпущено ему. Итак, исповедайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными. Большую силу имеет усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный вам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И снова помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья мои, если кто между вами уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника сложного пути его спасет душу его из смерти и покроет множество грехов.